В эфире нашей телекомпании ежедневный выпуск информационной программы «День города» в студии Оксаны Тебенихина. Мы приветствуем наших зрителей и в ближайшее время расскажем о последних новостях Рязани. Смотрите сегодня. Площадь Свободы в скором времени приобретет новый облик. Преображение начнется со стелы в центре круга. Продолжаются дебаты с участием кандидатов предварительного голосования «Единой России». В Рязани проходят общегородские субботники, а облюбленные места отдыха горожан утопают в мусоре. Сотрудники полиции задержали подозреваемых в ограблении магазина. Сегодня в Рязани начали снимать ордена со стелы на площади Свободы. Как пояснила исполняющая обязанности начальника управления благоустройства администрации Рязани Ольга Свинцова, ордена больше не вернутся на стелу. Для чего это делается и какая судьба ждет круг свободы, узнаете из сюжета. В администрации города пояснили, что знаки сняли для того, чтобы провести их оценку и дальнейшую реконструкцию или реставрацию. После чего ордена, скорее всего, передадут Совету ветеранов Советского района в музейный фонд. Сами ордена появились здесь в 70-е годы. Копии орденов Дружбы народов, Октябрьской революции и Победы. В условиях современной ситуации, не только в нашей стране, но и международной, что появится, орден Победы. Сняли и убрали из площадей крупного российского города. Орден Дружбы народов. Стелла, на которой располагались ордена, демонтироваться не будет. Она, по информации администрации города, не представляет архитектурной или исторической ценности и является футляром опоры контактной линии троллейбусов. Ее отремонтируют, покрасят и оставят на прежнем месте. Это одна из важных площадей нашего города. Площадь со сложной судьбой. Она играет важную социальную, коммуникативную роль и коммуникационную в нашем городе. Но судьба, в плане заслуг, в свое время, до середины 50-х годов, главным украшением была церковь, воскресенье Господне, построенная в конце 17 века, 80-е годы, 17 века, в стиле нарыжеского барокко. По информации чиновников, площадь свободы внешне приобретет другой облик. Здесь будет больше цветочного оформления. Планов по восстановлению цветочных часов, которые находились здесь в советское время, на данный момент не существует. Однако, если рязанцы выступят с такой инициативой, городское управление благоустройства будет готово рассмотреть это предложение. Продолжаются дебаты с участием кандидатов предварительного голосования «Единой России». Темой дебатов стал вопрос о сбережении нации. По мнению выступающих, это понятие включает в себя не только сферы образования, здравоохранения и социальной политики. Широкий кругозор, богатство внутреннего мира человека, знания им истории и культурных традиций родного края также влияют на образованность, здоровье гражданина и его роль в обществе. Очередные дебаты зарегистрированных кандидатов предварительного голосования от партии «Единая Россия» для последующего в движении кандидатами в депутаты Госдумы 7-го созыва на территории Рязанской области состоялись в субботу 9 апреля в актовом зале МОП – Рязанское муниципальное предприятие тепловых сетей. На вопросы коллег-рязанцев отвечали Андрей Красов, Ирина Пришвина, Наталья Епихина, Николай Бышов и Елена Шаповская. Один из вопросов, адресованный Натальей Епихиной, касался мер в отношении людей пенсионного возраста. В первую очередь продлина программа «Старшее поколение» до 2018 года, что очень важно. То есть это социальная поддержка во всех сферах жизни пожилых людей, это продление стилы города в Галенте, что очень важно, потому что человек, выходя на пенсию, становится немножечко за бортом жизни, его нужно поддержать в этой ситуации, то есть нужна психологическая помощь. Создаются мобильные бригады, дистанционные бригады, такая служба, как тревожная кнопка, когда можно на телефоне нажать одну кнопку, и оператор ответит на двоих интересующие вопросы. Важной темой дебатов стал вопрос бережения нации. По словам выступающих, это понятие включает в себя все сферы жизнедеятельности общества. Ведь широкий кругозор, богатство внутреннего мира человека, знания им, истории и культурных традиций родного края, также влияют на образованность здоровья гражданина и его роль в обществе. Согласно Конституции, Российская Федерация является социальным государством. Что это значит? Это значит, что каждый гражданин с момента своего рождения и до глубокой старости имеет право на социальные гарантии со стороны государства. Выполнение социальных обязательств для нас, членов и сторонников партии «Единая Россия», является главным политическим ориентиром. Открытые дебаты – это обязательная часть предварительного голосования «Единая Россия». Каждый зарегистрированный участник избирательной кампании обязан дважды выступить на подобной площадке. Дебаты будут проходить по выходным до 15 мая включительно. Предварительное голосование пройдет в Рязанской области 22 мая. За отказ от аборта россиянкам предложат 250 тысяч рублей. Соответствующий законопроект вынесли в Госдуму. Стоит уточнить, что получить денежную выплату сможет беременная женщина, стоящая на учете в медицинском учреждении, которая решила прервать беременность, но затем отказалась от этого решения. По мнению законотворцев, такие меры должны положительно повлиять на демографическую ситуацию. Депутат Государственной Думы фракции ЛДПР Александр Шерин предложил вариант сохранения жизни детей, мамы которых, к сожалению, принимают решение об аборте без медицинских на то показаний. Эта проблема в стране стоит очень остро, ведь по статистике каждая вторая российская женщина хотя бы раз в жизни пошла на прерывание беременности. После этой процедуры от 20 до 30% из них в дальнейшем уже не имеют возможности повторно забеременеть. Депутаты хотят позаботиться как об этих женщинах, так и о будущих детях, дав им шанс на жизнь, тем самым повышая численность населения страны. Таким образом, если законодательная инициатива вступит в законную силу, любая женщина, внутри себя решившаяся на аборт, не ограничится одной беседой с участковым врачом и психологом. Мы предлагаем при проведении беседы психологу предложить этой женщине сохранить беременность. За это она получит материальную компенсацию в размере 250 тысяч рублей. Денежные средства выплачиваются только после того, когда человек принимает, соответственно, решение этого ребенка сохранить и оставить на воспитании государства, если женщина принимает такое решение. Если женщина, надеюсь, получить эту компенсацию, отказалась от аборта, родила ребенка, а потом в ней проснулись материнские чувства, и она решила оставить этого ребенка, то соответствующую денежную выплату она не получает. Таким образом, мы исключаем вариант того, чтобы создавались имитации, якобы желание произвести аборт, чтобы получить эту выплату. Пока статистика говорит о том, что сейчас немногие из тех женщин, которые колеблются между абортом и рождением ребенка, выбирают второе. По мнению депутатов, работа ведется недостаточно хорошо. Беседуем в плане, вы подумайте, пожалуйста, нужно ли эту беременность прерывать. Беременность хорошая, хорошо развивается. Мы сейчас не касаемся медицинских показаний к прерыванию беременности или других каких-то тем. Ну и, в общем-то, если девушка колеблется, очень часто они оставляют беременность. Депутаты считают, что выплата в 250 тысяч рублей все же поможет склонить большую часть женщин к рождению ребенка. У ребенка два варианта. Еще раз обращаю внимание. Ненормальная ситуация, когда ребенок попадает в детский дом. Ненормальная ситуация. Еще более плохая ситуация, когда ребенок даже не родился. Вот речь об этом и идет. Ребенок поступает на воспитание и дальнейшее развитие в детский дом. Там, возможно, у него появится нормальная благополучная семья. Возможно, она у него не появится, его не сыновят. Он вырастет, будет достойным гражданином Российской Федерации. Но тот ребенок, чья мать, не захочет брать эти 250 тысяч рублей, чья мать все-таки примет решение сделать аборт. У него не будет шанса быть рожденным, у него не будет шанса оказаться в детском доме, у него не будет шанса вырасти, выжить и обрести какую-нибудь приемную семью. Вот об этом говорит этот закон. Если закон вступит в силу, депутаты надеются, что благодаря нему многие из беременных женщин после рождения ребенка все же оставят его в семье. Потому что многие из тех, кто ранее решился на аборт, через несколько месяцев начинают жалеть о содеянном. А в этом случае, так или иначе, у женщин остается шанс подумать и принять правильное решение. Сошедший снег обнажил немаловажную проблему. Некоторые горожане, пребывая на природу с целью отдохнуть, погулять, подышать воздухом и пожарить шашлыка, не всегда задумываются о том, какое количество мусора останется после них. С наступлением тепла многие рязанцы отправились к излюбленным местам с мангалами. И уже сегодня, после выходных, следы их пребывания видны невооруженным глазом. А между тем в городе проводятся массовые субботники. 2017 год в России будет объявлен годом экологии. Между тем, экологической культуры как таковой в нашей стране не существует. И формировать ее нужно прежде всего в самом обществе. Ответственность каждого человека за состояние окружающей среды должна стать нормой. И это актуально в том числе для нашего региона. В общей сложности за субботник мы убрали порядка 28 улиц, центральных улиц города. А также активно принимали участие управляющие компании. Там, где это позволяла погода и территории, образовательные учреждения города. Я хочу сказать, что у нас еще все впереди. И 16 и 23 апреля также будут общеградскими субботниками. С наступлением весны окрестности многих населенных пунктов превратились в гигантские свалки. Как, например, вот это, расположенное прямо на берегу Оки. Согласитесь, это результат недобросовестности не столько муниципальных властей, сколько жителей города. За последний рабочий день и прошедший выходные на дорогах Рязанской области зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 1 человек погиб и 9 травмированы. В области произошло 88 ДТП с причинением материального ущерба автовладельцам. Инспекторами ДПС ГИБДД выявлено без малого 3000 нарушений ПДД. Задержан 31 водитель в состоянии алкогольного опьянения. Первые по-настоящему теплые выходные этой весны, к сожалению, были омрачены трагическими дорожно-транспортными происшествиями. По сообщениям пресс-службы регионального ГИБДД, 10 апреля произошло 2 ДТП. 10 апреля примерно в 4.40 в городе Рязани на улице Юбилейная у дома 2, корпус 2, мужчина, управляя автомобилем МАЗ, осуществляющим перевозку мусора при движении задним ходом по дворовой территории, совершил наезд на молодого человека, который от полученных травм скончался на месте происшествия. По словам пользователей в соцсети ВКонтакте, погибший, которому был всего 21 год, был пьян и заснул рядом с мусорными баками. Второе ДТП случилось также 10 апреля на улице Ленина. В нем пострадали 2 человека. 10 апреля примерно в 15.35 в городе Рязани на улице Ленина у дома 18.66 произошло столкновение двух легковых автомобилей – Киа и Форд. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля Киа был доставлен в больницу. Сотрудники ГИБДД призывают как автомобилистов, так и пешеходов быть на дорогах внимательнее и ни в коем случае не терять деятельности. В минувшие выходные сотрудники полиции задержали подозреваемых в грабеже. Преступление произошло в субботу 9 апреля в магазине на улице Горького. В помещении торговой точки ворвались двое мужчин в масках. Наталья Новикова расскажет подробности. Угрожая расправой продавщицам, налетчики потребовали выручку. Испуганные женщины подчинились нападавшим, отдали деньги, но на этом преступники не успокоились. Они забрали мобильный телефон на продавщиц несколько товаров и, уходя, захватили еще радиотелефон, чтобы пострадавшие не смогли вызвать полицию. Когда злоумышленники скрылись, женщины прибежали в соседний магазин и оттуда позвонили в полицию. Прибывшая на место следственная оперативная группа полиции провела осмотр места происшествия, опросили возможных очевидцев и пострадавших. Были составлены словесные портреты налетчиков. Кроме того, грабители оставили отпечатки пальцев, а один из них даже обронил шапку с прорезями для глаз, которая была в качестве маски. По отпечаткам пальцев полицейские установили личность одного из нападавших. Им оказался 58-летний, ранее судимый за кражу, житель Михайловского района. Подозреваемого задержали. Вскоре был задержан его сообщник, 28-летний, житель Рязанского района. Задержанные признали в содеянном и взяты под стражу. Это все новости, которыми мы успели поделиться со зрителями. Благодарим вас за внимание и прощаемся до завтра. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин